Привет, друзья! Это YouTube-канал Красньюз, и я журналист Дмитрий Полушин. 29 апреля на одном из автодромов Красноярска в Солонцах собрались десятки представителей красноярских автошкол. Уже больше месяца представители этого учебного, педагогического бизнеса по обучению красноярцев вождению простаивают. Указ губернатора ограничил эти предприятия в оказании преподавательских услуг. В итоге десятки школ, сотни людей, которые заняты в этой отрасли, оказались на грани закрытия, банкротства, разорения и безработицы. Они уже несколько недель бьют в тревогу, бьют в набат, просят и губернатора, и Роспотребнадзор для того, чтобы для них было сделано какое-то исключение. Потому что в машине, в которой едет обучающийся, всего один инструктор. И почему-то такси никто не закрыл, общественный транспорт никто не закрыл, а автошколы все закрыли. Что говорят сами представители автошкол? Давайте их послушаем. Что здесь происходит? Почему сегодня собралось столько представителей автошкол? Происходит катастрофа, наш бизнес рушится, поскольку меры государственной поддержки, те, которые анонсированы были, на нас не распространяются, поскольку коды экономической деятельности автошкол не попали в список тех кодов, которые пострадали, так скажем, от тех мер, принятых государством по распространению коронавируса, то, собственно, вот мы не работаем. На заднем плане вы видите, это еще далеко не все инструктора, которые сейчас сидят дома и не знают, как своим детям объяснить, почему они живут в крайне, так скажем, ограниченном режиме. Поэтому это крик о помощи. Хотелось бы, чтобы на нас обратили внимание, потому что те документы и те обращения, которые мы отправляем в органы государственной власти, пока, ну, результата не дали. Ну, проблема, на самом деле, у нас у всех одинаковая, то есть это нет возможности людям завершить обучение, те, которые уже начали до вот этой всей ситуации. То есть наша задача, естественно, в первый момент – это сохранить рабочие места. То есть если мы не сможем сохранить рабочие места, то людям просто-напросто придется увольняться, то есть сидеть без работы и прочее. Вот, то есть вся ситуация, ну, непонятно только почему, потому что общественный транспорт разрешается, да, управлять, ну, то есть передвижение, такси тоже. Почему мы не можем вести практические занятия по вождению, с соблюдением всех мер предосторожности, безопасности и так далее. То есть обработка, мы готовы на себя взять вот эту вот обработку автомобилей, то есть обеспечить и студентов, и своих инструкторов, мастеров, то есть производственного обучения, всеми необходимыми безопасными средствами защиты. То есть как бы, поэтому просим, очень просим, чтобы нам дали возможность, потому что у людей есть кредиты, у людей есть ипотеки, то есть мы не являемся малым и средним бизнесом, то есть никакой поддержки нам не будет, поэтому, ну, вот хотя бы какие-то минимальные требования разрешить нам заниматься именно вот этой преподавательской деятельностью в индивидуальном порядке, потому что у нас больше двух человек в автомобиле просто не собирается. Вот, то есть как бы вот такие наши просьбы, пожелания и так далее. Просьба такого характера к нашим властям, да, и главврачу Красноярского края, чтобы нам дали разрешение на работу. То есть поясняя то, что, то есть как бы теоретическую часть мы не можем делать, то есть без практической. Вот, то есть, соответственно, то есть хотелось бы оказывать людям более полный комплект услуг, вот, то есть в последующем для предоставления, сдачи экзаменов и чпдд. Хочу обратиться к нашим властям, к Александру Викторовичу, к Роспотребнадзору, о том, что наша ситуация сейчас очень-очень сложная. Мы находимся уже месяц в самоизоляции, то есть нам не разрешают работать. Если мы теорию можем онлайн преподавать, это да, но теория без практики – это ничего. Как нам выживать? Нам нужно все проплаты делать, налоги, зарплата людям нашим, работникам. А с чего? Арендная плата. Никаких рассрочек, никаких отсрочек нам никто не дает. Поэтому мы очень просим обратить на нашу ситуацию пристальное внимание и помочь каким-то образом. Поэтому разрешите нам работать. Мы все меры предосторожности предоставим в автомобилях, в автоклассах, в санобработках, после каждого курсанта автомобили и так далее. Поэтому очень просим, очень просим, очень хотим, чтобы этот кризис такой затяжной не затянулся еще и еще надолго. Пожалуйста, примите это во внимание. А в какой ситуации вы оказались с указом губернатора? Как вы сейчас выживаете эти недели? Сидим дома, без денег. Так как я тоже в семье один работающий, получается, дети на удаленке, живу в солонцах. То есть даже, в принципе, интернет, если взять скоростной, оплатить, его нет этих денег. Ну и, само собой, полностью изолированы. Иногда даже из солонцов не выехать куда-то, что-то сделать, какие-то дела. Владимир Путин накануне заявил, что с мая власти в регионах и федеральные должны поэтапно придумать шаги, чтобы одна за другой отрасль постепенно начинали работать. Для вашей отрасли специализации месяц простое, два простое, три месяца – это что? Насколько это для вас критично? Так, для нашей отрасли. Сейчас у нас самая работа – апрель-май. То есть у нас есть месяцы, которые мы можем как-то простоять. Это как январь месяц, когда нет работы. Сейчас самые курсанты идут, и получается, мы их ни набрать, ни можем ни выучить, ни заработать. То есть, и получается, эти месяцы основные. Мы сидим в карантине. Вы считаете это несправедливо? Ну, как минимум несправедливо. Пусть дотации дают, столько, сколько мы должны зарабатывать. Пусть нам эти деньги возмещают. Ну, не хотелось бы, конечно, материться, но я прям так и скажу, что мы оказались прям в полной «Ж». Вот прям в полной. Опишите в подробностях эту свою полную «Ж», потому что все понимают, что всем тяжело. А вот как вам тяжело? Ну, смотрите, вот, слава богу, да, слава богу, вот у меня перед вот этой всей ситуацией какие-то были накопления. Вот повезло, что как-то мне где-то можно было заплатить за аренду, зарплату инструктору. Люди, да, вот те люди, которые, допустим, записались перед всей этой ситуацией, они вот сейчас звонят, и они хотят забрать денежку обратно. Мне, по сути, платить уже нечем проплачивать все вот эти вот расходы. А еще и курсанты хотят забрать деньги назад. Мало того, что они не приходят, да, в такую ситуацию, в такой ситуации сейчас нету ни звонков, ничего, ни записи никакой, так еще и забрать. Ну, вот какая-то вот такая вот ситуация получилась непростая, сложная. И вот почти месяц вы на карантине, в изоляции. Протянете еще месяц? Вот этот месяц, конечно, который сейчас у нас почти уже закончился, и это все уже проплачено, слава богу. А вот, как сейчас нам сказали, что вроде как до 11 числа, мая будет, но включительно, еще может быть что-то, да, до этого. Но до конца месяца, я боюсь, мы уже не потянем. И что делать умеют, даже не знаем. Представители автошкол обращались к руководству региона. Можете ли вы что-то добавить от себя, если это видео сейчас смотрит губернатор, его заместитель или глава Роспотребнадзора, который принимает решение? Ну, а что добавить? Я вот не понимаю, почему нам нельзя, ну, уже начать как-то работать? Почему? Мы же находимся в машине, ну, один на один, да, с курсантом. Нет никакого больше там контакта еще с какими-то там лицами, группа лиц. Мы можем так же, как такси, да, вот такси, они им же разрешили свою деятельность продолжать. Почему нам так же не работать? Мы могли бы так же подъезжать за курсантом домой, или где бы он там не находился. и проводить свои занятия, и отвозить туда же, куда бы он там сказал, да, или где мы его забрали, туда и привезли. Ну, хотя бы что-то как-то начать работать, чтобы поддерживать эту ситуацию. Ну, курсанты же тоже, они же сидят дома, да, они уже паникуют, они уже звонят каждый раз и спрашивают, когда же, когда же мы начнем свое обучение, когда же мы уже закончим. Угланд taщица будет сдерживать, чтобыなкается покатываем, чтобы подробно create такой природы. Существует до 23.00-Ага. Продолжение следует... А